Дмитрий Константинов 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 Во-первых, 2 октября этот форум должен был состояться. Работа подготовительная по этому съезду велась. Я с своей стороны готовил доклад по социально-экономическому боку. И потом каким-то образом неожиданно собрались башканы Гагаузии, главы администрации, некоторые примары, спикерного ровного собрания, ряд депутатов. И в таком кругу его, в принципе, скажем так, перенесли, но его отменили. Я не верю, что в этой ситуации съезд будет проведен в ближайшей перспективе. Смотрите, значит, блок, о чем я обозначил, политических вопросов, взаимоотношения между Камратом и Кишинем, это основополагающе было. То есть мы предполагали на таком широком форме получить более широкий консенсус, то есть не только действующая власть, а предшествующие депутаты народного собрания, депутаты парламента, нынешние мэры, для того, чтобы оно имело большую политическую легитимность. Обратиться к властям Молдовы, что давайте все-таки мы будем реализовывать закон о правом статусе Гагаузии. Вот это была бы поддержкой для нас, вот в рамках межпарламентской группы, это была бы для нас дополнительная поддержка. Это как бы основной посыл. То, что там были всякого рода спекуляции, что там радикальные какие-то выпады, чуть ли не там Гагаузия может заявлять о каком-то отделении, это была спекуляция для того, чтобы, ну как бы, остудить, может быть, головы, и чтобы Гагаузия не пошла по этому пути. Никто в Гагаузии, хочу подчеркиваю, не собирался делать каких-либо радикальных заявлений. Это был исключительно в рамках закона форум, который мы обязаны были провести, я считаю. Плюс, касательно вот того, что я сказал, экономического и социального блока, мы же не только апеллировали бы к центральным властям о том, что у нас есть негодование, о том, что у нас есть претензии к ним, но мы хотели бы проблемы внутренние свои раскрыть вот на этом широком форуме, чтобы показать обществу и всему мировому сообществу, что происходит у нас. Что та система, которая действует, даже управляет этими процессами, наша нынешняя Гагаузская, она абсолютно ущербная. Она привела, по сути дела, Гагаузию в банкротство. И отказавшись от этого форума, я считаю, что Гагаузия, конечно, существенно потеряла. Более того, на фоне вот этих протестных действий, да, у нас было много митингов за это время, за несколько месяцев. Люди заявляли о проблемах, о насущных проблемах, о том, что власти игнорируют их. Говорили о том, что в преддверии зимы никто не пытается решить вопрос с поставкой газа, может быть, для Гагаузии. И ожидания людей были, что вот именно в рамках данного съезда, вот делегаты этого съезда могли бы принять некую резолюцию, обращение, может быть, к российской власти. Может быть, делегировали бы какую-то группу отдельную, переговорную, которая бы имела бы, ну, скажем так, большую легитимность. Легитимность для того, чтобы, может быть, получить какой-то успех в этом вопросе. Но, увы, надежды людей иссякли, митинги тоже потухли, а нашей власти, надо открыто сказать, ну, прежде всего, это касается первых лиц Башкана Гагаузии, председателя народного собрания, что они испугались этой повестки. Вероятнее всего, я могу предполагать, что здесь сработали центральные власти и не позволили им самостоятельно провести данный форум. То есть вы допускаете такую мысль? Я предполагаю, и в большей степени в этом уверен, что именно так оно произошло. Именно власти Гагаузии повели себя, извините, как страус, да, голову спрятали в песок. Были всякого рода разговоры, что, дескать, вот война на Украине, нам не надо делать какие-либо заявления, но в то же время, извините меня, в рамках закона, что нам мешает делать какие-то заявления, если война на Украине? Сегодня парламент Молдова принимает законы, опять же, игнорирует интересы Гагаузии. Власти Молдовы принимают решения в ущербе интересов Гагаузии, невзирая на то, что война на Украине. А мы должны бояться заявлять о своих законных правах. Для меня это непонятно. Николай Иванович, вы солидарны с предположениями Сергея Константиновича? Да. И если бы в тот момент, как говорит ваш коллега, власти Гагаузии не спрятали бы голову в песок, как бы отреагировали власти Молдовы, если бы все-таки состоялся этот съезд депутатов всех уровней 2 октября? Я думаю, что кто-то за пределами Гагаузии накачивал, так сказать, эту ситуацию вокруг проведения съезда, демонизировали нас в какой-то мере и постарались сделать так, чтобы он не был проведен. Но площадка, трибуна съезда, это очень хорошая возможность была бы заявить о тех, как Сергея Константинович сказал, о наших проблемах. И не только о наших, а и общереспубликанских. Ведь всегда жители республики, республики нашей страны, они всегда с надеждой смотрятся на нашу автономию. То, что не могут они, мы можем озвучивать те проблемы, которые есть у нас. И опять же, в первую очередь, сумасшедшая инфляция, неизвестно, как проведем, переживем зиму и так далее, и так далее. И в этой связи, конечно же, мы оказали бы и поддержку, и помощь межпарламентской рабочей группе. Мы обнажили бы те проблемы, которые есть, еще более громко. Потому что у нас в народном собрании, вы видите, как разные силы. Значит, порой бывает сложно выступать и высказать свое мнение. С трибуны съезда мы могли бы, конечно, без крайностей. Никто не думает, или мы, по крайней мере я, что кто-то из наших коллег делал бы какие-то радикальные заявления. Нет, этого не было бы. Мы все понимаем, что происходит у нас сегодня в мире. И, имея разум, мы, я думаю, что огранились бы только той повесткой, которую мы обозначили. И вот то, что могу добавить. Ну, резолюция этого съезда, я согласна, да, имела бы куда большую юридическую силу. Но съезд не состоялся. Состоится или нет, пока неизвестно, говорите. Вы, Сергей Константинович, проблемы-то никуда не деваются. Они-то есть и в первую очередь социального характера. Как быть теперь? Как намерены власти, в данном случае говорим о народном собрании ГАГАУЗИ, намерены поддержать жителей и социально уязвимую категорию населения? Вы знаете, вот вы четко подчеркнули, что проблемы никуда не делаются. Ведь закон гласит, что проблемы при их нерешении, они усугубляются. В данном случае у нас была прекрасная возможность их озвучить чисто в рабочем порядке. Подчеркиваю, нам нужно разобраться и внутри ГАГАУЗИ. Вы понимаете? Потому что то, что сегодня происходит, мы видим, абсолютно видим, что не только политически, но и экономически, и социальная ГАГАУЗИ рушится. На фоне, разрушается она, на фоне зимы, на фоне этих беспрецедентных цен на энергоносители, как быть вообще с детьми в детсадах, как быть вообще в школах, как вообще отапливать бюджетные учреждения. Уйма вопросов, как помочь народу, в конце концов, нам ничто не мешало вот в таком формате озвучить даже те наши возможности, о которых мы говорили, за счет сокращения штата исполнительного комитета, за счет сокращения своего бюджета на ненужные расходы, направить на поддержку людям десятки миллионов рублей, чтобы каждый человек мог получить какую-то поддержку. Но власти аккуратно этого избежали, избежали, потому что им это неудобно, понимаете. И более того, подчеркиваю, я по-своему понимаю, что мы могли и обязаны были использовать эту площадку в политических целях, для того, чтобы заявить о своих интересах политических, и по газу в том числе. Потому что, смотрите, сколько разговоров было, и я думаю, что и сегодня вероятность большая в том, что люди могут позвонить и спросить, а будет ли газ для ГАГАУЗИ. Вот сегодня можно сказать, что я не вижу каких-либо перспектив, что ГАГАУЗские власти что-либо могут решить. Если несколько месяцев назад были какие-то шансы, были какие-то надежды, то я сегодня отчетливо вижу, что нет. Потому что в практической плоскости ничего не делается. То есть эти шансы упущены? Упущены. По крайней мере, я не видел, я не владею информацией, чтобы какая-то делегация официальная с ГАГАУЗИ, во главе с Башканом ГАГАУЗИ, либо с председателем Народного собрания, поехали бы, например, в Москву решать данный вопрос. А ведь было заявлено, что эта поездка состоится во всяком случае вашими коллегами и депутатами. Были. Были заявления в адрес спикера, в адрес президента России, были там группы, там, по-моему, Петрова в адрес Мишустина и так далее. Но эти заявления больше оказались для СМИ. Я говорю, что я не видел нигде информации, не встречал, что есть официальная делегация, которая поехала на политическом уровне и пыталась решить этот вопрос. По-другому его не решить. В Народном собрании никаких документов нет. Поэтому вопрос не решается надлежащим образом. Никто его не продвигает. Поэтому я для себя вижу, что этот вопрос не решится. Пусть я буду неправ. Но нужно было сформировать. И вот подчеркиваю, вот на этом форуме могли организовать, дать политический посыл, публичный, да, даже в адрес тех же властей России, направить такую, ну, достаточную делегацию, вот, профессиональную, странно-исполнительного комитета Народного собрания, группу, которая от имени этих делегатов представляла бы, просила бы какую-то поддержку. По крайней мере, можно было попытаться решить данный вопрос. А все остальное, то, что вот мы читаем и слышим, это только работа в СМИ, через СМИ. Практически в плоскости ничего не делается. Мы эти шансы упустили. Ну, заявление действительно одно, и действительно, ну, жители ждут этих решений, ждут этих конкретных шагов и не получают конкретного результата. И тогда эти заявления в СМИ превращаются просто в пустые слова. Все ли шансы упущены, Николай Иванович, на Ваш взгляд? Когда вот-вот уже зима на носу, и, в принципе, отопительный сезон уже начался. Я тоже считаю, что, конечно, должен был быть уровень главы Гагаузии. То есть она должна была бы поехать в Москву, не сейчас, а раньше гораздо. Но, насколько мы видим ситуацию, то, что происходило последний год-полтора, с ее метаниями из стороны в сторону, у нее предпочтения поменялись. И я вполне допускаю, что в Москве не очень хотят с ней разговаривать. Но она должна была осуществлять попытки. У нас люди, жители, даже в Черлунге, с людьми встречаясь, да и здесь, люди просят, ну, поезжайте, чтобы мы видели, что вы поехали. Если откажут, мы будем понимать, что отказали и какие причины. Но сделайте попытку, поедьте. Вот в молчание мы сколько раз просили, сколько обращался, значит, к главе Гагаузии, чтобы она дала оценку с момента, значит, подачи заявки вступления в Евросоюз. Мы все выступали, давали. Она молчит, как ни обращайся, молчок. И у нее совершенно другая своя повестка, вот проведение вот таких вот непонятных, которые сейчас на прошлой неделе закончился, форум экономический. И мы обратились, наша комиссия, именно начальника агентства по привлечению инвестиций, чтобы они нам дали информацию о том, сколько денег потрачено, кто был приглашен, кто присутствовал и какие были подписаны контракты. Мы увидим, насколько есть эффект от этого. От предыдущих форумов эффектов мы не видели. А то, что говорят, что вот, значит, благодаря им у нас появилась Фуджикура там или Кауфланд, это не соответствует действительности. Если они имеют намерение приехать сюда, они приезжают не из-за форума, они здесь вложили деньги, а совершенно по другим причинам. Это трата денег в то время, когда мы должны каждую копейку считать, собирать ее и думать, как спасать людей в зимний период. Мы сегодня проводим пустые, никому не нужны мероприятия. И сколько просили. Ну, вот видите, как у нас получается, как с бюджетом получилось. Подала Башкан, глава Гагузии, впервые в истории, это беспрецедентный шаг, подала в суд. Ну, Кишнева этому только аплодировала. Мы же понимаем, что любые трения здесь у нас, перетягивания или там скандальные ситуации, значит, определенная категория людей, Кишнева этому аплодирует, и, естественно, стараются со своей стороны подлить масло в огонь. И то, что было, значит, принято решение аннулировать бюджет, это как раз-таки подлимание масла в огонь, потому что те причины, аргументы, которые, на основании которых суд принял решение, это, они, ну, несущественны. И это как, скажем так, настолько натянута за уши вот эти вот аргументы, и сделано то, что сделано. Пощечина такая мощная Гагузии, отменой бюджета мы ее получили, увидели. И Башкан, в свою очередь, она сделала, как говорят по-гагузски, аптекиндидидины. То есть, так захотелось, значит, теперь что у нас получается, значит, решение, значит, принят временный бюджет по восстановлению исполкома, значит, увеличено, резервный фонд исполкома увеличен на 3,5 миллиона, народного собрания снижен на полмиллиона, резервный фонд. Кроме этого, значит, расходы на народное собрание уменьшены на 600 миллионов, извините, на 600 тысяч, извините, пожалуйста, оговорился. И теперь мы должны принять, мы, значит, в любом случае бюджет этого года повторно должны принять. У нас, мы давно должны были начать работать над бюджетом 23-го года, а мы сейчас должны принять, значит, на 22-й год. И как мы в этом году справимся с этими бюджетами, сложно сказать. И еще раз хочу повторить, что некоторые наши коллеги пытаются гнать волну, что вот, значит, нарушили регламент, значит, процедуру, вернее, нарушили. С нашей стороны, со стороны бюджетной комиссии, в чем было нарушение? То, что всегда, все годы, когда приглашались члены исполкома на заседание комиссии по обсуждению, значит, бюджета и по каким-то другим вопросам, это всегда делалось по звонку. Всегда, все годы. И все было нормально, не было никаких претензий. А здесь искали зацепки, искали ключки и, видите ли, нашли причину. Не было письменного приглашения, значит, наша комиссия должна была письменно пригласить членов исполкома. То есть, в этом и есть нарушение процедуры принятия к члену? В том числе, есть еще и другие вот такого же характера зацепки, но это все настолько мелко. Это просто издевательство. И очень жаль, что наши коллеги это поддерживают. И, ну, есть ряд людей, для которых, знаете, как бы ты ни поступал, все равно будет плохо, все равно будут критиковать. Ну, такова наша действительность. Критика критики рознь. Она бывает конструктивной и абсолютно объективной. Извините, добавлю. Самый главный критикан, меня, так сказать, господин Коса, значит, как принимались в его бытность бюджеты. Вот таким надо быть. Да, тогда никаких претензий со стороны исполков не будет. Давайте вспомним, значит, бюджет 21-го года, который назвали антинародным. Делалось то, как хотел исполком. И все на ура, никакого скрипа, никаких крика, все было хорошо. Если бы мы так же поступили бы, а мы внесли серьезные изменения, кстати, было же, значит, и фонд здорового поколения, и, значит, увеличили субсидирование сельского хозяйства, и восстановили освещение населенных пунктов, и многое-многое другого мы восстановили. Это сработало в этом году. А этого не должно было быть. Да, исполком сейчас, приняв временный бюджет, они это сохранили, ну, потому что уже конец года. Поэтому мы поступили правильно тогда, а то, что кто-то что-то хотел кому-то доказать, и, уходя, заканчивая свой срок, Башканская решила хлопнуть так дверью, это очень плохо, аж стекла посыпались. То есть и в этой ситуации, как и в ситуации с отменой съездов депутатов всех уровней, есть официальная причина и есть неофициальная причина. Официальная причина отмены бюджета — это процедура, да, не согласованная, не предусмотрена, а неофициальная — это внесенные депутатами изменения в бюджет и решение изменить структуру исполнительного комитета. Ну, и кишнём это выгодно, для них это президент. — Вы упомянули коллегу Николая Ивановича, господина Коса, да, речь идёт, я так понимаю, о его заявлении на последнем заседании 11 октября, когда он сказал, что необходимо снять председателя бюджетной комиссии, то есть вас, Николай Иванович, с этой должности. Вы чувствуете свою ответственность в этой ситуации, когда бюджет отменён? — Знаете, я своей ответственности в этой ситуации не чувствую, я ничего не делал неправильно, то есть всё, что, те решения, которые принимались, принимались верно. Другое дело, что так, скажем так, этим воспользовались исполком, глава Гагазии, дали задание юридической службе, чтобы они нашли, наковыряли там проблемы для того, чтобы подать в суд. Ну, вот они сделали то, что сделали. Я своей вины не чувствую, я работаю честно, да, может быть, я не являюсь, скажем так, финансистом с большой буквы, Академии финансовых не заканчивал, но я со своей работой справляюсь, я долгое время проработал на предприятии, и те крикуны, которые сегодня кричат, в чём они себя проявили. За эти годы, которые я проработал руководителем предприятия, более 30 миллионов лей заплачено в бюджет налогов, более 30 миллионов, из которых платят за пенсии, в том числе этим крикунам заработные платы, и они сегодня делают такие заявления необдуманные. Я справляюсь со своей работой, все мы учимся, где-то, может быть, не всё идеально, но в общем я делаю всё правильно и с работой со своей справляюсь. А это был заказ. Заказ, ну, если вы, да, и ещё одну секундочку, вот обратите внимание, когда сессия прошла, и когда, вон, было важно поставить вопрос на голосование, ведь после голосования, через 5 минут это появилось на Гагузинфо, с вопросом непрофессионализма, и, а как отреагировал господин Коса, ну, всё, не прошло, не прошло, то есть важно было поставить на голосование, чтобы, так сказать, дать информационный повод, и он свою задачу выполнил. Поэтому, к сожалению, вот эти расприи наши внутренние, и вот эти накаты, они никак не способствуют укреплению, нахождению консенсуса, как мы можем говорить о каких-то серьёзных вещах, что вот мы будем с чем-то справляться, с какими-то вызовами, если вот на таких вопросах пытаются поставить подножку. Это нечестно и несправедливо. Сергей Константинович, вы не раз... Ну, я добавлю, да, чем в этом поводу, просто... Да, у меня как раз в тему вопроса. Принятный вопрос, понимаете, вот вы вошли в разбирательство, эти детали, как я считаю, что они не стоят того, чтобы даже те фамилии, которые называли, они не стоят того, чтобы мы их обсуждали вообще, опускаться, простите, на их уровень, потому что, в действительности, нужно было проявить себя за эти годы именно своими делами, не всякими этими там, значит, специативными заявлениями, а именно своими делами. Мы положительных дел не видели от этих лиц. А проблема заключается в следующем. Гагаузия действует вот в этой ситуации, как лебедь, рак и щука. Я имею в виду, что власти Гагаузии. Мы говорим о том, что давайте реализовывать закон о правовом статусе Гагаузии. Мы бьемся в рамках межпарламентской группы, все время делаем заявление, пытаемся найти консенсус с Кишиневым. Что делать с пунктной властью? Она тянет в обратную сторону. Ведь, по большому счету, ключевым вопросом здесь стоит, что главное политическое лицо башкан Гагаузии пошла вопреки интересам и полномочий Гагаузии. Потому что это в нарушении политических полномочий Гагаузии. Нельзя было ради собственных амбиций идти на такой шаг, понимая, что это принижает политические достоинства Гагаузии. Ну как мы заявляем, что давайте все-таки судебная инстанция, которая будет обладать компетенцией по рассмотрению споров. Мы об этом заявляем, в этом уверены, а она, как доктор права, зная об этом, идет в административный суд, понимая, что это нонсенс, чтобы бюджет, вообще нигде практики такого не было, чтобы бюджет рассматривал судебные инстанции. Она сегодня главный администратор, главный распорядитель бюджета. И более того, ведь вопрос-то, вот самое ключевое, о чем я сказал, это политически, это было нарушение очень серьезное, и ей должны люди дать оценку, что она ради своих амбиций растоптала устои Гагаузии. Это первое. Второе. Бюджет, стоимость бюджета больше миллиарда леев. Здесь поправка была на уровне 16 или 17 миллионов. Ну порядок цифр. Так вот, даже если предположить, хотя я против этого, предположить, что было оспорено эти 16-17 миллионов, то нужно было грамотно оспорить в этой части. Они там такие бездарные юристы, при том, что она сама доктор права, они взяли, опротестовали весь бюджет. Мы остались без бюджета целиком, вы понимаете? И последствия консамер. Теперь получается, до конца этого месяца осталось две недели, исполнительный комитет, согласно всяким предписаниям Министерства финансов, они уже получили документы, согласно сбору документов странно-местных органов властей, формирует бюджет на будущий год. И через две недели она должна представить бюджет на будущий год. Он формируется, исходя из анализа исполнения бюджета этого года. А бюджета этого года нет. И получается, извините, такая катавасия, и я даже на одной комиссии, начальнику управления финансов, сказал, это, говорю, вы башкану скажите, что из-за ее глупости, да, простите меня, из-за этого самодурства мы оказались в такой глупой ситуации, когда один человек растаптывает все устои. А теперь, говорю, сами решайте, каким образом все это будете делать. Как его будете исполнять? Как будете готовить на будущий год? И ведь думается, что сейчас у них возникли проблемы с исполнением бюджета этого года, потому что он идет по исполнению по временному бюджету. То есть есть ограничения по исполнению. И вероятнее всего, определенные проекты с местными властями, с премариями не стыкуются, потому что не могут реализовать, потому что временный бюджет блокирует тельные возможности. И для того, чтобы ей оправдать себя, ей нужно найти крайних. Крайним нашли Иванчука. А при чем-то Иванчук? При чем тут председатель комиссии по бюджету, если единогласно голосовали все депутаты Народного соврания? Почему ей говорят о том, что глупость сотворили Башкан и ее подчинение, и ее окружение, а виноват почему-то крайний Иванчук? Ей нужно по принципу найти, простите меня, козла отпущения. А те вот, то что дует в эту дуду, те лица, да, они на самом деле, и тот же бывший спикер, о котором мы говорим, они подписывали непонятно что. Я абсолютно убежден, что по выводу, по махинациям всяких он подписывал, вне зависимости, знали об этом даже не то, что вне зависимости, а по незнанию даже депутатов Народного собрания он подписывал всякие документы, поощрял расхищение бюджета. Вы понимаете, сегодня мы столкнулись с, я вам скажу так, с такой ситуацией, с таким феноменом, да, я бы сказал, таким негативным, что люди пришли мошенническим образом во власть, преследовали одну мысль, одну мысль только. Заработать денег, вот как человек в бизнесе, да, либо он производством занимается, либо он занимается какой-то торговлей, он преследует заработать денег, но он полагается, исходя из законных норм. То есть законно он этим может заниматься, платит налоги, привлекает кредиты, платит зарплаты. А здесь группа лиц пришли распоряжаться чисто деньгами, у них была одна мысль, одна мысль. И вот эта мысль уже восьмой год только вокруг нее и работает. Они думают, как разделить бюджет на том или ином проекте. Они планируют какие-то проекты, заявляют публично, что вот мы реализуем то-то, то-то, но закладывают рентабельность, каким образом оттуда вывезти деньги. Потому что им не надо привлекать кредиты, им не надо платить налоги, им нужно просто вытаскивать. Благо схема, схема политическая и вообще вся схема молдавская, им это позволяет по сей день это делать и творить. И мало того, что эти люди не обладают знаниями, не обладают опытом, но они даже не стараются ничего делать. И мы, по сути дела, вот эти действия приводят к развалу. Ведь не столько даже сегодня Кишинев виноват во взаимоотношениях. Мы все время говорим, да, Кишинев, Кишинев. И причем это все достаточно как бы верно, что игнорируют там и там. Но по ключевым вопросам, по стратегическим, по провалам основным, виноваты власти Гагузи на протяжении многих лет. Я вот проезжаю каждый день, проезжаю через Ферапонтику, заезжаю в Камрад. Ну, убогие дороги. В кое времена такие дороги были. Чем занимается власть? Зачем нам, вот мне платить налоги миллионами, зачем людям платить налоги и содержать такую ораву бездельников, которые живут в Кишиневе, которые занимаются откровенным разграблением бюджета? Ведь своими действиями, своими амбициями госпожа Влах ведет Гагаузию в болото. Она уже привела. И мы из этого болота не выйдем. И вот еще полгода она будет управлять Тайгагузи такими методами, и нас больше засосет в болото. Вот это трагедия наша. И я уже, как бы говоря, извините, до этого как бы и говорил про съезд. Я хотел озвучить ключевые проблемы, чтобы люди очухались, чтобы люди раскрыли глаза. Потому что разрушение происходит изнутри нашими людьми, которых народ избрал по своей недальновидности, по своей беспечности, может быть. Не подумавши о том, что как это можно доверить свою судьбу, непонятно кому. И вот мы сегодня бьемся, и люди видят, что есть какое-то противостояние. Информационно глава Гагаузии и придворные, скажем так, СМИ, они обладают большей возможностью. Они информационно, конечно, давят. Выдают, значит, все время спекулятивные заявления в эфир людям для того, чтобы оболванить людей. Но у них, повторяю, одна мысль. Мысль разворовать денег. Все. Все остальное, простите, мишура. Вот я могу даже не в плане критики, но хотел бы вспомнить, какую мысль, идею озвучивали за 7 с лишним лет, 7,5 лет. Это власть, которая шла бы в интересах народа. Я такой мысли не помню. Я такой идеи не помню. Ее не было. Послушайте, пожалуйста, и судите избирателю. Но избирателей, да посмотрите, у нас не осталось в Гагаузии. Мы разрушены. Если еще какое-то короткое время будет такое управление, а мы видим, что полгода мы обречены на это еще, то мы будем еще большим упадки. Предверие тем более этой жесточайшей зимы, я имею в виду по ценам энергоносителей и так далее. Поэтому для нас это беда. Вот управление Ириной Авлахой это беда для Гагаузии. Мы оказались, стали заложниками вся Гагаузия. Весь народ Гагаузия оказался в заложниках у этой группы проходимцев, которые ведут себя таким нечистоплотным образом. Сергей Константинович, вы говорите о распиле бюджетных денег и о проектной деятельности, но ведь все это можно проверить и проконтролировать. Не раз вы и ваши коллеги здесь в нашей студии говорили, что народное собрание обладает контролирующей функцией. Почему бы не воспользоваться этим и чтобы не быть голословным, предоставить конкретные факты? Такие-то чиновники делят бюджет, прикарманивают деньги, чтобы все это было на виду. Неважно, исполком, народное собрание. Я не мог высказаться, понимаете, я предоставлял примеры, документы по Гайдарской дороге. Я предоставил аудит, собственно проведенным моими людьми, из 20 миллионов половины сворованных денег. Я вручал документ госпоже Майя Санду, когда она была премьер-министром. Я направлял другие инстанции. Я направил эти документы в народное собрание. Народное собрание их не рассмотрело. Играич напомнил про пшеницу, которую тоже благополучно своровали. Мы можем вспомнить европейские гранты, европейские гранты, 11 миллионов евро. Где у нас эти 165 проектов, предприятий? Если мы их только начали озвучивать, проверять, а некоторые из них даже начали нас подавать в суд, потому что мы публично вслух об этом говорим. И вот вся эта система политическая, именно молдавская, она позволяла и позволяет. Потому что рука руку кормит, понимаете. Просто-напросто есть проблема, значит, закрывается деньгами. Это проблема. Если не изменить. Поэтому я и говорил, что именно на съезде мы могли попытаться переформатировать. Нам нужно менять ту систему. Вот этот механизм, созданный под названием руководство Гагрузии, чиновники поглощают и пожирают все. Вот если мы это не пересмотрим, не поймем, мы окончательно разрушимся. Добавлю несколько слов. Пожалуйста, Николаевич. Потом вопрос, что вы задали. Вы спросили, почему там это не представить документы там и разбираться. Но вот то, что по зерну мы все материалы были собраны, были представлены в прокуратуру. Оно там и, так сказать, замерзло. То есть эти документы. Очень важно сейчас, вот то, что я сейчас говорю, послушайте. Вот эти вещи, то, что, и приведу пример известной фирмы Демирагра, почему нормально все она работает, все хорошо, это есть цена, цена ее молчания. Цена того, что она не высказала свою точку зрения по подписанным, так сказать, по вступлению в Евросоюз, она молчит и делает те вещи, которые от нее требуются. Эта цена, вот то, что ее не трогают, она исполняет то, что хочет Кишинев. Кишинев этим пользуется очень грамотно. И, к сожалению, сегодня добиться, правда, очень сложно. И отчасти это закрывается таким образом, как Сергей Гассин сказал, а с другой стороны, это политическая цена. Но платим-то мы тем, что деградирует Гагаузия. И еще один очень важный момент по поводу бюджета, то, что мы говорили, почему все это произошло, главная движущая сила, и почему Башкан так поступила. То, что Сергей Гассин сказал, цифру напомнил, 16 миллионов, из них 10,5 миллионов мы сократили расходы аппарата, исполнительного комитета. И как они поступили для того, чтобы настроить против нас людей? Около 7 миллионов они сократили у себя, около 3 миллионов, 2,5 накинули на нижестоящие организации, оркестр, библиотеки и так далее, чтобы этих людей настроить против нас. И вот это одна из главных причин, почему вот этот весь Сербор был для того, чтобы вернуть эти деньги, чтобы ими можно было распоряжаться, чтобы получать премии себе, вакансии, которые не заполнены, их деньгами пользоваться и так далее. Есть звонок, да, я так понимаю? Да, есть звонок. Мы работаем в прямом эфире, 2,4960 номер студии. Принимаем первый звонок. Здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Сергей Константинович, Николай Иванович, Иван Бессараб-Хангас. Я вас слушаю вашу передачу, и то, что вы говорите, все это мне знакомо. И я хочу сказать, что для того, чтобы контролировать бюджетные деньги, есть три, скажем так, ветви. Первый – это совесть, которой сегодня уже, я как понял, отсутствует у исполнительной власти. Второй – закон, который вы не можете уже никак повлиять, а это, как я понимаю. И третий – народ. Я прошу вас, как депутаты, как избранные народом, поднимите народ. Почему я так говорю? Потому что на суру у нас зима. Скоро люди получат вот эти счета, которые многие из нас, в том числе и я, не сможем оплатить. Из-за принципа, что кто-то не хочет ехать куда-то и договариваться, будет страдать весь гагаутский народ. А мы должны терпеть еще полгода. Я вас прошу, от имени своего, от имени народа, сделайте что-нибудь, чтобы наше руководство свои амбиции оставило. И пошла служить народу вместе с вами и вместе с нами. Спасибо. 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 Я могу вкратце прокомментировать, Иван Бессарабов, что позиция сказал, насильно мы не можем заставить Башкана либо кого-то еще ехать. Они показали, что они не хотят и не будут этим заниматься. По части, вот просто коснулись контроля, да, правильно сказано, совесть закон, я согласен с этим, но закон также предусматривает именно в части контрольной функции воздействие депутатов, да, примерно на главу Гагузи в том числе. Вплоть до отстранения от должности. Но в этой ситуации, в этой конфигурации вы все прекрасно знаете, кто есть кто, по имену каждого депутата, кто из себя он, кого он представляет. И в этой ситуации найти две трети депутатов нереально. Потому что есть группа депутатов из прошлого СОЗова и сегодня, которые потворствовали, помогали расхищению денег. Они это помогали, помогают и будут помогать дальше ей делать. В этом вся проблема. Мы не можем насильно заставить других депутатов голосовать. Но по политическим соображениям, по стратегии, если правильно подходить, давным-давно, давным-давно депутаты должны были объявить импичмент и отстранить от должности такого неугодного Вашкана. Если говорить о предложении господина Бессараба, поднять народ. Ну, вы знаете, народ нас делегировал в народное собрание. Законом прописаны наши полномочия. Если народ, то что? Вилами, что ли? Как раз-то мы говорим о том, что законных методов есть. Есть законный метод. Народ, в частности, в этой ситуации может у себя, у себя в каждом населенном пункте, в каждом округе, значит, позвать своего депутата и дать ему наказ участвовать в том или ином процессе. Но именно народ не может мобилизоваться в этом вопросе, не может дать некую установку в обязательную для исполнения. И депутаты, которые, в общем-то, сегодня потворствуют Вашкану, они сегодня чувствуют волю. Они там, одни там просто как провокаторы делают бардак. И для того, чтобы просто-напросто у нас, мы выглядели достаточно очень негативными в глазах у людей и не продвигались бы по основным вопросам. Николай Иванович, Сергей Константинович очень четко все объяснил. Действует временный бюджет 2021 года. Необходимо уже работать над бюджетом на будущий год, проектом бюджета. Но для того, чтобы работать над ним, надо ориентироваться на бюджет 2022, который повис непонятно где и ситуация вот такая вот сложная. Какой выход из этой ситуации может быть? Правильный, единственно верный и законный? Единственное верное законное. Мы должны в любом случае принять бюджет 2022 года. И только после этого утвердить 2023. То есть придется работать параллельно. И тут кому-то придется пойти на уступки, потому что до сих пор мы видим вот это противостояние и с полком. Ну, видите, 2022 год уже приблизится к концу. Тут особых копий не будет ломаться вокруг бюджета 2022 года. Мы, значит, будем работать серьезно над 2023 годом. И просто хочу добавить, вот, значит, Иван звонил по поводу переживать за то, что будет зимой. И мы тоже очень переживаем. И хочу проинформировать, что завтра у нас будет неформальная встреча с некоторыми членами из полкома, с начальником управления финансов и некоторыми другими, начальником управления экономики. И у них есть свое видение, как нам, какими предпринять шаги и действия для того, чтобы помочь нашим людям, хоть в какой-то мере, значит, пережить зиму. У Народного собрания тоже есть закон, достойная жизнь он назывался. И мы решили не перетягивать, так сказать, канат или там, значит, а есть общая задача, есть проблема, ее надо решать. И наша комиссия вышла с инициативой, значит, провести эту встречу неформальную, обсудить и найти консенсус. И, может быть, найдем общую платформу. И пусть это будет общее какое-то, значит, общее решение. Важно, чтобы людям мы сумели помочь. Вот в этом мы нашли консенсус. И, надеюсь, завтра у нас вот эта первая неформальная встреча будет, даст какие-то результаты. А вот после этого мы проведем уже заседание комиссии сначала и будем принимать какие-то решения. Но сложно сказать, какие у нас возможности. Они, скажем так, не очень большие. Мы, вот одна из причин тогда, почему мы приняли такой бюджет, мы хотели сэкономить какие-то деньги с прицелом на зиму и помочь людям. Но сейчас придется искать деньги. Где искать, сложно сказать. И не могу не сказать, вспомнил, наши люди, наверное, все смотрят телевизор, видят, как поступают. Вот они в последнее время у всех на устах страна, маленькая страна и гордая страна Венгрия. Руководство которой думает и заботится о своих людях, о своей экономике. Вот на прошлой неделе был, значит, энергетический форум в России, премьер-министр Венгрии был там. То есть, вот таким образом должны поступать руководители. Я боюсь, что те решения, которые принимает наше руководство, они, чтобы не получилось так, что подготовят наш народ на заклание. Вот в этом есть большая проблема и опасение. Те заявления некоторые робкие о том, что там, возможно, будут где-то слухи, то мобилизация, то какое-то оружие нам подкинуть. Самое важное для нас, самое грамотное и правильное было бы, если бы наши руководители государства заботились бы о нашей стране и о наших людях, о том, чтобы не было у нас здесь проблем, опираться на 11-ю статью Конституции. И тогда все было бы хорошо у нас. Но мы видим обратное. Я хочу добавить просто несколько слов в части того, что сказано. Но немножко у меня другое мнение по части бюджета. Во-первых, бюджет 2022 года нет смысла сейчас принимать. Потому что если он поступит к нам, пока мое премию закончится год. Есть законодательные нормативные акты, на базе которых готовится бюджет. Вот в сентябре, до 25 сентября по методическому министерству финансов исполнительный комитет получает уже как бы скелет, как я сказал. Дальше есть закон о публичных финансах, они начинают ее свертывать, собирать. Поэтому смысла нет никакого сейчас на этом этапе принимать бюджет 2022 года. То есть уже нужно ориентироваться на показатель 2021 года и планировать, например, бюджет на будущий год. И попробовать его сделать, подготовить более качественно на будущий год. Его принять до середины декабря, если они нам его представят до конца этого месяца. Чтобы будущий бюджет был принят согласно всем нормам законов. Я думаю таким образом. Поэтому, а в части даже того, что там будет попытка поддержки какой-то, да, я за эту поддержку. Но мне кажется, что она будет несущественная. Потому что возможности, которые мы предлагали. Я напоминаю, цифра была по сокращению штата исполкома 60 миллионов. И примерно 15 миллионов по бюджету. Эти деньги мы хотели направить каждой семье в свое время. И каждая семья могла получить по 2-3 тысячи поддержки. Сейчас, если речь идет о 2-3-4 миллионах лейтв, это будут просто копейки. Поэтому это несущественная помощь. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте поправить. Николай Николаевич. Уважаемая ведущая, уважаемые депутаты. Я насчет съезда. Причина известна, когда госпожа Влах увидела список выступающих, то она немедленно решила перенести, чтобы народ автономии не услышал правду. Вот и причина. Но съезд принесен на неизвестное число о его проведении. Я как активист и говорю с людьми, предполагаем, что съезд должен проведиться до 24 декабря, так как 24 декабря 1994 года было признано парламентом Республики Молдовы для того, чтобы укрепить, укрепился наша автономия. И вопрос у меня. Сможете ли народное собрание принять решение о проведении съезда до 24 октября? Спасибо, пожалуйста. Благодарим вас. Я в двух словах могу сказать, что моя позиция такова, что съезда не будет. Я, по крайней мере, вижу то, что происходит, каким образом он был перенесен, так скажем, мягко говоря. Я не верю, что съезд будет состояться в этом году. Даже если будет предпринята попытка провести этот съезд? Ну, если будет попытка, значит, или народное собрание примет решение, то, конечно, я за, но я сомневаюсь, что съезд будет проведен. Ваше мнение, Николай Иванович? Нет, это тоже, мы логичные. Вернемся к теме относительно бюджета. Из-за того, что не принят бюджет, не выплачивается ряд пособий, в том числе это и новые пособия относительно родителей учеников. Ожидают выплат пособий, решение, которое вы приняли совсем недавно. И не идентифицирован источник этих выплат. Эти выплаты школьникам так и останутся обещанием теперь? Либо ждать их в следующем году уже из бюджета 2023 года? Видите, этот вопрос было бы справедливо адресовать Исполнительному комитету. Если бы не был поломан бюджет, то, что было сделано, то эти выплаты школьникам были бы выплачены. Но я хочу тут, правда, это незначительные деньги, но хочу добавить, что так как это временный бюджет, у нас сейчас принято с постановлением сполкома, в прошлом году у нас работало то, что в зимний период людям 125 леев, в этом году планировали давать по 200, то есть плюс 75. Это было предложение исполнительного комитета? Да, но так как это временный бюджет на основе 2021 года, то люди получат зимой по 125 леев в зимний период, то есть эти месяцы. Эти поправки невозможны? Нет, в том-то и дело, что есть ограничения. Временный бюджет вообще предусматривается, по большому счету, на короткий период. Он предусмотрен законом в расчете на 2-3 недели, потому что мало ли, если в начале года по каким-то техническим причинам не смогли утрясти бюджет. Но то, что там в середине октября бюджета нет, как такого вообще, это, как я сказал, нонсенс. Поэтому именно те расходы, которые проводились в прошлом году, осуществлялись в рамках этих расходов, именно по этим направлениям можно осуществлять платежи в этом году. То, что не было запланировано в прошлом году, то, что не было запланировано в прошлом году поддержкой школьникам и так далее, их сейчас финансировать нельзя. И, возможно, из-за того, что, когда мы приняли поправки данный бюджет, возможно, из-за того, что они натворили очень много долгов, создали очень много долгов, как я сказал, ведут нас просто в болото, понимая, что финансово обеспечить эти расходы нечем до конца года, они сознательно пошли для того, чтобы заблокировать по суду. Найти крайних и не исполнить бюджет. Потому что мы в будущем году, через полгода, я абсолютно убежден, кто будет во власти в ГГУЗе, новая исполнительная власть, будет расхлебывать, за чего рукава, очень долго, потому что долгов будет немерено. Сотни миллионов неисполненных именно обязательств. Отчасти, конечно, не откажутся, но во многом, вот именно безрассудство этих людей, которые управляют этими процессами, именно ведет и уже привело, по сути, к банкротству в ГГУЗе. В пятницу состоится очередное заседание Народного собрания ГГУЗе. 12 вопросов, если я не ошибаюсь, включены в повестку дня. И мое внимание привлек вопрос о структуре исполнительного комитета и о персональном составе исполнительного комитета ГГУЗе. И, в принципе, этот вопрос очень долго обсуждался, и вновь к нему вы возвращаетесь с коллегами. Чего ожидаете? Будет спокойно, либо снова возникнут споры, будут амбиции? Завтра будет заседать лингвистическая комиссия, и все претенденты, так сказать, члены исполнительного комитета, они должны будут пройти через эту комиссию. Но у нас в комиссиях работают, каждая комиссия рассматривает кандидатуры определенных членов исполкома. У нас завтра тоже состоится комиссия в час дня, и наша комиссия рассмотрит господина Деревенко, Чувальская и КЖК, агентство по привлечению инвестиций. Вот этих людей мы рассмотрим их не личные дела и примем какое-то решение. На предмет соответствия должности, да? На предмет соответствия должности, исходя из образования, опыта, практики и так далее. Ну, там есть критерии определенные. Мое мнение такое, если хотите слышать, что без особых проблем будет утвержден исполнительный комитет. Может быть, не все, может, процентов 70, потому что у Башкана появляется в середине ноября, когда у нас истекает год, да? Появляется возможность распустить народное собрание в случае неутверждения исполнительного комитета. Вот. Поэтому думается, что депутаты, большинство, боятся этого, и они просто будут голосовать за кого попало, понимая даже то, что это исполнительный комитет, либо они будут исполнять обязанности, либо они будут работать на постоянной основе, и уже толком ничего изменить не сможет. И они не смогут на это повлиять. Поэтому мне кажется, что утвердят именно большинство исполнительного комитета, тех же, которых захочет исполнительный Башкан-Гагазия. Спасибо за ваше мнение. Есть еще немного эфирного времени. Я подготовила вопросы еще и относительно уложения. Это документ, который требует внесения, причем достаточно давно, и была создана комиссия, в которую вошли представители власти и представители общественности. Если я не ошибаюсь, вы тоже, Сергей Константинович, да? Как продвигается работа, и какие предложения уже поступили, и рассмотрены ли они? Ну, работы по внесению поправок в уложения, они завершены. У меня не было возможности много участвовать там. Пару заседаний я всего лишь участвовал, там работали и депутаты, и эксперты. Просто по принятию принятой поправки, после этого должно пройти полгода. Я, по-моему, полгода пройду там на апреле, в декабре, я уже не помню. Но есть предложение провести референдум, то есть принять уложение референдумом, для того, чтобы сама легитимность была более на серьезном уровне. Пойдем ли мы по этому пути или нет, этот вопрос будут решать депутаты Народного собрания. Но даже в крайнем случае, если, предположим, по каким-то причинам на этом этапе, мы не готовы провести референдум, либо по финансовым вопросам, либо по каким-то другим, то в любом случае поправку хотя бы по части избрания главы Гагузии мы должны принять хотя бы депутатами двумя третями. Потому что по уложению у нас башкан Гагузии избирается большинством голосов, то есть 50% плюс один голос. Практика показывает, что у нас нет такого количества людей. Мы видим, что у нас людей мало, а по спискам, которые утверждены в главном регистре, в списках у нас порядка 130 тысяч человек. Поэтому для того, чтобы избрать, для того, чтобы глава Гагузии был избран, должно быть минимум 65 тысяч человек. У нас такого количества избирателей нет, просто фактически. Поэтому нам нужно обязательно эту норму довести в соответствии с той нормой, которая у нас указана в кодексе, а именно одна третья, для того, чтобы наши выборы состоялись. Эта задача стоит как бы главная, поэтому проведем в ближайшее время, наверное, утверждение исполнительного комитета, может другие вопросы, как подойдет срок по внесению поправок в уложение, мы уже примем решение по части проведения референдума. Если примем решение, как я сказал, значит будем с коллегами обсуждать для того, чтобы привести в соответствие норму по избранию главы Гагузии. — Эти изменения могут вступить в силу и уже следующие башканские выборы, да, назначенные на апрель. — Если мы предположим, если предположим в ноябре или в декабре, я там сейчас не помню, да, по времени, когда походит полгода с момента, как были приняты эти поправки, и Народное Собрание двумя третями примет решение, то это будет законное решение. То есть мы, может быть, потому что там, понимаете, там есть поправки, некоторые вот эксперты и депутаты рассматривали решить, поменять, которые можно изменить только референдумом. То есть мы хотели в общем все поправки изменить. Если мы не пойдем по пути референдума, то хотя бы пойдем по пути, я так думаю, как минимум, изменения статьи касательно выборов главы Гагузии. — Николай Иванович, Вы как считаете, по каким вопросам в обязательном порядке следует консультироваться с населением в этом случае, в случае внесения изменений в уложение Гагаузии? — Не, ну уложение в любом случае, значит, этот документ у нас фундаментальный, это наша конституция, и по пустякам, скажем так, туда называться не нужно. Это не пустяк, конечно, это вопрос, который очень важный. Значит, если бы у нас была бы возможность провести консультации с народом, то это было бы очень хорошо. Но в данных обстоятельствах я не знаю, насколько это реально. Но всегда вот была культура, когда Европа была другой, сейчас она уже меняется очень сильно, когда она была другой, там была такая культура, особенно в этих маленьких странах, Швейцария, Бельгия и так далее, то есть по любым вопросам проводить плебисцит, референдум. Это очень хорошо. Тогда, значит, можно быть защищенным от ошибок. Так, как сказал народ, ты так и поступаешь, и все спокойны. — Уважаемые гости, вы знаете о нашей традиции, что в завершении эфира наши гости обращаются к аудитории. Что бы вы хотели сказать сегодня жителям Гагаузии? — Ну, я могу пожелать лишь добра, потому что я понимаю, что когда мы говорим о грустном, хочется слышать больше позитивной информации, но все же я стараюсь говорить, даже касаясь критики, для того, чтобы она была правдивой, для того, чтобы добиться справедливости. Нам нужно быть более требовательным к самим себе. Нужно стараться делать всем, абсолютно всем, стараться делать именно делами своими, приносить пользу для других людей. Должны исходить уважение к друг другу, уважение к окружающим. Старания должны быть. И общими усилиями не быть равнодушными к общим темам, а мы говорим о том, что раз мы живем в обществе, именно в Гагаузии, в автономии, думать о том, что над нами нависла очень серьезная угроза именно разрушения. Думать, каким образом сохранить ее, для того, чтобы у нас будущее и будущее наших детей было здесь в автономии, чтобы на самом деле о будущем наши потомки не жалели о том, что они живут в автономии. Сегодня уже очевидно, что нас ожидает очень тяжелая, суровая зима. И хотелось бы пожелать всем нашим людям, нашим жителям Гагаузии, здоровья крепкого. Мы со своей стороны, что сможем, возможности не велики, но каким-то образом помочь. И кроме этого, хочу обратиться к тем жителям Гагаузии, которые и в это сложное время будут с относительной легкостью переносить эту зиму и оглядываться немножко по сторонам и стараться помогать тем людям, которым тяжелее всего. Ну и, конечно же, хочу пожелать мира всем нам, с учетом того, что происходит по соседству. Мира. Мира и добра. Спасибо. Я вас благодарю за эту беседу, Сергей Константинович, Николай Иванович. Желаю всем всего доброго. Напомню, что в нашей студии сегодня были депутаты Народного собрания Гагаузии, Николай Иванович и Сергей Чемпоэш. Всем всего доброго. До скорых встреч в эфире ГРТ. Продолжение следует... Продолжение следует...